Денис Семенов выразил благодарность за организацию и проведение турслёта и объявил итоги соревнований. На прошлой неделе вчера закончился 23-й городской туристический слёт. Хотел бы выразить славу и благодарность от себя лично, от жителей города, которые участвовали за организацию этого туристического слёта. Всем, кто активно помогал нашим городским службам, городским предприятиям, управляющим компанией «Ленком», МБУ дорожного хозяйства. И также благодарю всех руководителей предприятий, которые сформировали команду и поучаствовали в городском туристическом слёте. Первое место держала команда предприятия «Элемет» во главе с Макеевым Игорем Ивановичем, за что и поздравляем. Встреча по вопросам комплексного благоустройства состоится на этой неделе. Также на этой неделе у нас состоится встреча с жителями по комплексному благоустройству во дворе домов Коржановского 26, 27, 28, 18, 00. 25 июля, на этой неделе, в четверг, 18, 00, Коржановского 26, 27, 28, жителями мы будем обсуждать комплексное благоустройство этого микрорайона. Далее управляющие компании и ресурсоснабжающие организации отчитались о проделанной работе за минувшую неделю. По словам руководителей, работа проходит в штатном режиме, без аварийных ситуаций. Компании «Мосэнерго» ведется подготовку к осенне-зимнему периоду. Приятие «Долго» было в штатном режиме, в предыдущей неделе производились работы, восстановительные работы, подготовки к ОЗП. Планируем продолжить работу, подготовка к осенне-зимнему периоду, замену трубопроводов, задвиживание. Глава сделал ряд замечаний руководства по содержанию территории. Хорошо, Денис Александрович, мы с вами обсуждаем по поводу откоса, вы даете подтверждение, да, все сделаем, наведем порядок, все покосим. Вторая неделя идет, вы ничего не делаете, то есть, я говорю, и не косите, и не приводите в порядок. Но смысл тогда ездить со мной на объезде, смысл тратить свое время и мое время. Давайте тогда общаться по пути антихнадзора. Не сделали 50 тысяч рублей штраф или 200 тысяч. Мы-то как-то хотим лояльно, тоже вам показываем те места, которые беспокоят и нас, и жителей, чтобы в городе была чистота и порядок. Но какой смысл тогда от нашей работы, если мы приезжаем, и неделя не делается, вторая неделя не делается? Ну, вы здесь немножко заняты. Да вы всех заняты, а где они где-то отдыхают-то? Это неделя сделаем. Будем надеяться. В усиленном режиме прошла неделя управляющей компанией «Иленком». Осуществляли пуск горячей воды, окос, уборку территории. В прошедшем деле поднящая компания работала на немножко усиленном режиме, потому что пуск горячей воды был, было много разводов воздушки. Сейчас, в принципе, все заявки, все жалобы устранены. Подряды организации «Юфресевер» работают в штатном режиме, в работе по обслуживанию. Денис Семенов дал ряд поручений. Прошел, если надо очень обратить внимание, Советская 35, помните, жалоба была по поводу козырьков, двери входные. А, как я все сделал? Денис Семенов, электрика, доделать ремонт. Козырьки сделал, входные, покрашку, вторые деревья, сейчас сварим, все вот так. Вторые двери должны поставить, да? Да. Ну, жителям-то там необходимо связаться, сказать по сроку, когда это... Еще у меня просьба, вы обслуживаете дорогу, которую ведет ветклиники по улице Островского. Миколай Юрьевич, там все новые наши дороги, которые в асфальтном покрытии, вроде бы привели уже в порядок, а вот этот участок, необходимо собрать мусор и покосить, там мимо метра полтора от бочины. В офис в Мособл-ЕРЦ обратилось 374 человека. Завершен период подачи показателей воды. В прошедшую неделю в офисе в Мособл-ЕРЦ обратились за разъяснение 374 человека. Также завершен период передачи показаний по воде. Сегодня будут сформированы предварительные вычисления. Готовимся к допуску и креза. Компанией Мособл-Энерго продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас сила сосредоточена на работах по улице Классона. По счетам электроснабжения нарушений не было за неделю. По работам занимались планами работы, текущей эксплуатацией, нанесением, наименованием, маркировки, подготовка к осенне-зимнему периоду. И усиленно напрягали подрядные организации. По Классону Пушкина. Сегодня последний день отключения, замена воздушной линии с облотами. По Классона прокладка кабеля от 36-й подстанции до Агресса. Траншеи по Классона засыпали. Осталось 5 приямков, где были проколы. Засыпали, да? Да, засыпали, но планировки нет. Я сегодня с утра приезжал на 3. С 3-м минусами, да? Будем дальше попрекать, потому что люди работают, но недостаточно активно. Ну, в основном, все. Илья Ильич, у меня просьба, вы нам сообщите координаты этого подрядчика, который выполняет эти работы на улице Классона. Нам бы хотелось обратиться к руководителю Мособлэнерго Московской области с просьбой, чтобы такие организации в город Электрогорск больше не приезжали выполнять подрядные работы. Может быть, где-то там они работают так приемлемо, но еще, может быть, кто-то внимания не обращает. Но здесь это делать точно нельзя и не надо будет. Ну, на самом деле, люди, на самом деле, технологию не знают, людей не хватает, я не знаю. Ну, тогда не нужно было браться за эту работу, и нам комплексом было бы стараться срывать, и жители. Ну, вы все прекрасно видите, понимаете. Поэтому наша задача больше таких судей не запускать. Глава обратил внимание руководителя на незаконную рекламу и поручил очистить опоры от листовок. Посмотрите, дороги, которые ведут СНТ от Мородских дач, получается, до... Почистить опоры. Да, да, да. Обязательно сегодня сейчас проехали. Летний период, все опоры отклеены там. МБУ, Дорожное хозяйство и благоустройство проводили уборку при бордюрной части, ремонт уличного освещения. В прошедшем неделе работали совместные экспериментальные задачи, проводили уборку при бордюрной части, пробили дорогу, оккусты, дозонов, пущий ремонт наружного освещения. Занимались подготовкой техники, все время беременности. Работники СНТ занимались устранением неполадок и развоздушиванием стояков. В следующей неделе занимались освещением горячей воды, стригали пусты, выращивали тюрьмы. Кирилл, на этой неделе мы проводим встречу. Да, да. Готовьтесь. Сотрудники МОЗ «Автодор» осуществляли механизированную очистку при бордюрной части на этой неделе в планах ОКОС территорий. Прошедшие недели мы занимаемся очисткой при бордюрной части, мы с ним дизельного очистка, проверили очистку, очистка тротуара, руководство, в законочке при бордюрного тротуара на улице Савицкой. Мы планируем дорогу. ОКОС мы планируем на этой неделе, то есть, фокомизировать, для чего. Хорошо, вопрос есть? Мне по при бордюрной части вопрос. Таксисты где у нас стоят, на расширении дороги идут с правой стороны, не где сами таксисты, а за ними походят. И где рынок, сами такой, для доступной остановки. Обратите внимание. Спасибо. Неделя в МУП «Порядок» прошла в штатном режиме. Работаю в штатном режиме, в 7-го 48-го порядка. Баня на этой неделе работает, да, в штатном? Да. Баня отработала, открылась, значит, бань отработала. 342 человека. Сколько? 342. 342? Да. Скоро уже отметка в 500, да, будет? Ну, да. Я думаю, что в такой степени больше. Понятно. Многофункциональным центрам было оказано 943 услуги. Возникли проблемы с электронной очередью. Появилась дополнительная услуга. Центра работает в штатном режиме, за неделю оказаны 943 услуги. На прошлой неделе у нас в четверг наблюдалась проблема в работе электронной очереди, которая решалась совместно с техподдержкой и правой данной информации. Проблема решена. Заключим на топ соглашений с налоговой инспекцией на услугу получения ИНС. И еще вчера просто мне поступил звонок, у меня в городе не было, что ремонтировали дорогу и снесли наш указатель на «Ребрестки» в 16-й школах. Как бы как бы... Два шпадричика? Нет, нет, нет. Но я иногда звучу. Ну, это вот Фреза в субботу, по-моему, ездила. В субботу или в пятницу Фреза здесь. Нет, у нас есть работы такие провалили. Красиво. Разберитесь. Разберитесь. Единой диспетчерской службой чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Поступило 268 вызовов. В прошедшей неделе в УКУ и ДДС-112 чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В 712 поступило 268 вызовов. Принято 257. Один из вызовов, заброшенных заявителем, вызовы Центра обработки вызова не переводились. 19 июля проведена тренировка с главным управлением МЧС России по Московской области по отработке отчетных документов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка хорошего, без замечаний. Все вопросы решались в рабочем порядке. О работе городской больницы информацию озвучил главный врач. В полицию мы пошли отработать в штатном режиме. Всего пациентов 113. Из них 47, 66 круглосучных. За выходные обратилось 60 человек. Все остальные вопросы в главном управлении. О прошедших и предстоящих мероприятиях рассказал начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики. В 17-м веке на городском стадионе состоялся матч полка городского округа Половский фасад по футболу. Встречалась футбольная команда «Экалаб» и «Кузнецы» еще в встрече 6-1. 21 июля матч первенца городского округа Половский фасад средневежских команд, команда боевое братство «Экалаб» в результате 1-8. 20 июля состоялся 3-й турнир в электрогорской футбольной лиге на базе 16-ти школы мероприятия принимало участие порядка 70 любителей футболу разного возраста. С 19 до 21 июля прошел 23-й туристический стад принимал участие 8 команд. 3-е место юно, 2-е место лесовик и 1-е место Жене Зайки. Также 25 июля приглашаем городской футбольной лиге участие партнерного анзабля «Ревенжер» «Танцы, песни, коробки». 6 часов. 26 июля вечер в памяти Владимира Высоцкого в 19.00. Остальное всего вам будет право. Решаем. Камила Тагировна, большое вам спасибо и вашему отделу за организацию, подготовку и проведение городского трансляции. Большие молодцы. Три дня со всеми командами провели. Спасибо большое. Отдел образования выразил благодарность команде за участие в трансляте. Идет подготовка к приемке учреждений к началу учебного года. В прошедшей неделе сформировали отчеты для Министерства образования по результатам 2018-19 учебного года и, соответственно, прогнозные данные на 19-20 учебный год. И, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить нашу команду от образования, от большая перемена за достойное участие в 23-м туристическом селете. Остальные все устатые режимы готовятся к приемке образовательных учреждений к учебному году. В отделе социальной защиты прошел личный прием. В прошедшем деле осуществляли работу с обращениями граждан, работу с семьями, со строящими учебными, приняли участие в заседании комиссии к делу на совершеннолетних защитных прав. Остальная работа плана на решение. Хорошо. В городе отделом полиции зарегистрировано три преступления. Одно из них – кража рельс. На прошедшую неделю у нас совершено три преступления. Два – это в части, касающиеся миграционные законодательства, и одно – преступление – хищение рельсов, принадлежащих к палубу Баранцалова, которые раскрыты, будут задержаны. Совершено 22 административных правонарушений, составлены на них административные пытки. В лесничестве на этой неделе планируют убрать стихийные свалки в лесном массиве. Чрезвычайных ситуаций не возникало. Работаем в штатном режиме. Сейчас приготовим участки для выполнения исходящих работ в 2020 году. На прошлой неделе подрядчики должны были приступить к уборке свалок, которые записывали на прошлом году, у нас еще были. Но в пятницу должны были быть, их не было. Может быть, выходной я еще не проверял. Думаю, на этой неделе должны они брать несколько свалок, которые записывали на общественное место. У меня единственная просьба, Александр Александрович, проехайте, пожалуйста, на улицу Некрасова, вот там рядом с карьером, откуда начинается лес, стоит беседка в зоне отдыха. И посмотрите состояние, все ли нормально, нет ли мусора. Там необходимо провести работу по уборке, иначе либо медлевых возгораний будет, либо место отдыха превратится вообще в помои. В работе автостанции серьезных нарушений не выявлено. На этой неделе проведут окос травы. На прошедшей неделе автостанция работала в штатном режиме, никаких серьезных происшествий выявлено не было. Занимаемся ежедневным парком территории, работаем с обращениями, как нужно. На этой неделе произведем окос травы. О подготовке к очередной призывной кампании рассказал начальник военно-учетного стола. С первого периода лица начинается, даже наращиваться, где у нас ряд, которые планировались на отправку весенних призывов, они привезли на весенний призыв. Единственная просьба, вот наш начальник военкомата прислал отчет по весеннему призыву, и там информация о количестве и данные о уклонистах. Вы совместно с отделом полиции отработайте, пожалуйста, потому что это дело... Если в осеннем призыву начнем работать совместно. Ну, предварительную работу можно и сейчас уже провалить. Список у меня уже готов. Чтобы потом у вас в осеннем призыве не было проблем. У нас порядка 60 человек, 64 человек. Уклонистов. Да. Которые по неуважительным причинам... Список у меня по именному список, с отделом полиции отработайте, пожалуйста, предоставьте всю необходимую информацию, чтобы провести предварительную работу. Чтобы потом уже осень у нас призыв шел без каких-либо проблем.